У нас вошли туда 13 объектов, они у вас в проекте решения представлены, и по результатам этой независимой оценки у нас получилось, что доход в бюджет Волоковского муниципального района составит 5 миллионов без учета НДС и 7,9 миллионов с учетом НДС. Но не секрет, что у нас включенный в прогнозный план приватизации объекты, которые продаются из года в год, и там находятся уже, можно даже сказать, десятилетиями. Поэтому, наверное, давайте мы сейчас эти условия примем, объявим в конце года. Если ничто из этих объектов не продастся, давайте на рабочей группе совместно посмотрим, как мы можем применить другие условия приватизации. Это не открытый аукцион, а с учетом публичного предложения, без объявления цены, но вместе посмотреть, какие объекты можно включить под другим условиям. У меня есть вопрос, я не понял до конца. У нас вот это мы сейчас условия приватизации, вернее, в план 2020 года или 2021 года? Нет, это условия приватизации, если мы сейчас объявляем, то это 2020 год. 2020 год заканчивается, у нас есть план 2021 года. А мы объявим сейчас, и все же объекты включены и в прогнозный план 2021 года, то есть оценка будет действовать в том году. А мы как-то собирались сюда этим объектом проводить? Объявим в этом году после принятия решения, да. Так у вас же план 2021 года, вы сейчас смотрите 2020 год. Я так понимаю, вы сейчас изменения внесли, какие-то объекты добавились? Да, там объекты добавились, да. А если эти объекты добавки? Ну, у нас через фактически одна работа в неделе, торги должны объявляться на 40 дней, вы сейчас вносите в план вам 2020 год. А мы в плане реализации изменений не вносим. Мы сейчас утверждаем условия реализации для того, чтобы нам объявить обзор. Условия. Вы же туда внеслись какие-то другие, я так понимаю, нежилые помещения. Мы можем вам в плане реализации, а 20 год внесения изменений уже вырубить. Мы не утвердили. Подожди, если мы утвердили в планы сейчас, то какие это за объекты? Мы оцениваем те объекты, которые включены в каком-то плане в 20-й год. Вы старше добавили, поэтому... И они же включены в 21-й год. Мы сейчас их объявим. А добавили, я сейчас по количеству не знаю, вот смотрю, в Иланка был объект. Я просто, ну, как на скидку, коллеги, тоже под всем хотел обратиться. У нас вот здесь у меня 50 пункт, вижу, улица Степная, 22-24, помещение 75. 37 квадратных метров, нежилое помещение. Мы первые 7 вопросов, сколько рассматривали по поводу выдачи квартиру. Фактически, эта квартира в 9-этажном доме находится на первом этаже. Мы сейчас ее за 316 тысяч выставляем на торги. И такой поспешивая, в какой-то непонятной форме. Мне так кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь, но... Зачем на одну, что сейчас отдадим утихаля за 320 тысяч, когда сами испытываем потребность в том, чтобы... Давайте перейдем это нежилое помещение в жилое. Нормальная квартира с балконом. Просто она у нас числится как лифтерная, я так понимаю, в 9-этаж. Вообще, надо посмотреть, сколько у нас таких лифтерных по городу находится. Может быть, нам есть смысл эти нежилые перевести в жилые? Ну, стекла это нормальная, достаточно современная дома, квартира однокомнатная. Перевести ее в жилые и дать тем же учителям, там, его и читать, врачам и так далее. То есть, это нормальный мир поддержки. Здесь какая-то, на мой взгляд, это кривая схема получается у нас. Да, здесь нет никакой схемы. Мы включаем, у нас открытые торги, все будет размещено на сайте. Это начальная цена, при наличии желающих мы ее продадим за цену, которая сложится в результате. Мы продадим, вот я тоже, мы вот каждый раз говорим про квалифицизацию, говорим, давайте отрекланируем, давайте там фотографии. Вот у вас, мы собираемся на собрание, у нас куча СМИ здесь, извиняюсь, представители СМИ, которые могли бы эту тему подсветить. Вы нам документы даете, вот просто через случайность нашли квартиры. А так, ну, фотографии бы нам тоже предоставили. А мы вообще-то, мы спросили на перетелка, когда... У вас в 3-4-5 телевизоров, которые можно было задействовать, и СМИ бы подсветил. Сейчас мы бы не сказали, что это квартира, в которой можно перевезти ее, сколько стоит там, 10-20 тысяч, и продать ее за миллион рублей, фактически. Ну, давайте тогда громче об этом скажем. У нас два варианта. Давайте, давайте скажем. Либо вообще снять этот вопрос и все-таки, я имею в виду, именно исключить из плана, из этого безусловия. У нас достается до Нового года, вообще практически меньше двух недель. В чем поспешность, это условия приватизации сейчас менять, после Нового года, значит, можно обсудить все эти вопросы. Вот мы сейчас изменения внесли, что участковым будем выдавать квартиры, там, служебные, полиция. Может быть, действительно, вот эти квартиры переводить в жилое помещение. В чем поспешность вот сейчас? Есть вопросы? Давайте рассмотрим в Новом году. Или у вас есть какие-то регламенты, что вы должны именно получить согласие собрания депутатов в этом году? В чем поспешность? Ну, 300 тысяч однокомнатных квартир, наверное, замечание справедливо. Давайте тогда посмотрим. У меня дополнительно пусть предоставят такие помещения, вот такие вот инвестиционные, так называемые, вообще в городе, в собственности, которые вот по такой же схеме могут просто, не знаю, там, выводиться и продаваться за копейки. Есть такие помещения или нет? Ну, в мире очень предоставили. Достаточно в мире, чтобы посмотреть. Мы даже свою программу разобработаем, которая позволит также вот квартиру помочь, там, врачам, все это же самое. Мне кажется, нормально проехать, учиться. Потом из-за меня уже покупаем, а тут отродаем за 300 тысяч. Так. Там состояние этого объекта, у меня не было в плачевном состоянии, поэтому отзывчик там в своем пределении. Коммерческое, в любом состоянии, любая квартира, однушка, в 9-этажном доме, 1800 у нас стоит. В любом состоянии. Вот там вообще нет. Я думаю, что надо вопрос снять и более детально посмотреть. Нет смысла в 20-й год делать изменения за неделю, чтобы объявить быстрее и быстрее торги. Я не понимаю, с чем это сейчас связано. Ну, вернее, понимаем, но просто озвучиваю. У вас есть потенциальный покупатель. Кроме этого объекта. То есть, если, допустим, старые, как говорите, там, есть потенциальный покупатель, которые будут помещениями, могут быть, безборно. Интересуются помещениями, проезды, меняют. Ну, пока люди звонят, спрашивают, этой же квартире интересуются. Ну, понятно, это у вас такой интересный вопрос, конечно, за 300 тысяч. Все, интересоваться. Так, ну, что-то там получается, как бы, словно, это там, чтобы снять этот вопрос.